Что делать, если мой ребенок насмотрелся блогеров и на их легкие деньги, и теперь не хочет учиться? Радоваться. В первую очередь, потому что ребенок чего-то захотел. Захотел хотя бы стать блогером. Второй момент. Нужно объяснить ребенку, что есть две большие разницы. Есть блогер, который транслирует определенный жизненный стиль, и есть профессия блогера, требующая определенных навыков. Вот очень важно их отличать. Если ребенок правильно понимает, что такое работа блогером, то у него кардинально изменится его отношение к таким школьным предметам, как математика, потому что нужно анализировать целевую аудиторию. Изменится отношение к обществознанию, потому что нужно понимать, по каким законам люди реагируют на тот или иной контент. Изменится понимание литературы, потому что нужно формулировать свои мысли и доносить их именно на языке своей аудитории. Кроме того, работа блогера часто требует различного рода вспомогательных навыков, художественных, творческих и огромного количества цифровых инструментов, которыми тоже нужно мастерски владеть. Если ребенок все это понимает, естественно, у него не возникнут все эти навыки сразу. Он начнет пробовать, экспериментировать. Первые его произведения, возможно, будут далеки от совершенства. Но самое главное, что он начнет развиваться, он начнет осваивать новое, и оно однозначно начнет требовать от него освоения самых разных дисциплин. Поэтому ни в коем случае не надо интерес вашего ребенка тормозить. Его нужно, наоборот, грамотно подхватывать и направлять. Именно в этом и заключается функция педагога, родителя, воспитателя, тех людей, которые не создают из ничего интерес ребенка, а направляют уже имеющийся. Продолжение следует...